Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас плюс 11 и дождик. Дождик, дождик с вечера, со вчерашнего. И так вот дней пять он так временами будет. Ну, во всяком случае, так написано в прогнозе. Комментарии какие? Вдалек, пишет президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиахолдинга «Россия сегодня». Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания ТАСС, лента РУ, газета РУ, Russia Today и Украина РУ и ряд других интернет-доменов. Вот такие дела. Ну, я думаю, и Вдалек со мной согласен, что это после Байдена. Как Байден взял Путина за Фаберже, вот теперь и Зеленский тоже обрадовался. Так, ребята, вот насчёт вчерашней стрельбы, да. Ну, я вам рассказывал, в Америке десятерых положил один, да. Знаете, как его зовут? Его зовут Ахмад Аль-Ал-Алеви Алиса. Или Алиса. И он урождённый сириец, ребята. Вот так вот, чтобы знали. Чё-то всё умалчивали, но вот сейчас назвали, сказали. Вот такие дела. Так, Харрис привела, ну, Камала Харрис имеется в виду, привела к присяге нового директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Так, директор ЦРУ, что интересно, он с 2005-2008 занимал пост посла США в России. Так, что он Россию знает, не понаслышке. И это правильно. Путин сделал прививку от коронавируса. Ну, никому не показали, но, в общем, ну, так. Чувствует себя прекрасно и так далее. Вышел на работу. Бизнесмен Шпидель арестован за дачу взятки пензенскому губернатору. При помощи Белозерцева биотек, ну, вот он, вот этим биотеком заведует, получил госконтракты на 550 миллионов рублей. Решение суда будет обжаловано защитой. Так, ранее защита бизнесмена просила не отправлять его в СИЗО из-за проблем со здоровьем. По словам адвоката, Шпидель не способен самостоятельно передвигаться. У него затруднено дыхание. Ему неоднократно вызывали скорую помощь. Он страдает рядом хронических заболеваний, в том числе коллапсом сердечной деятельности, давлением, которое падает до 70 на 40. Накануне ему стало плохо в суде. Его отправили в больницу. Ну, да, мне жена рассказывала, он вообще никакой. Он едва дышит, едва дышит. Ладно, так. Норвегия запретила продавать России завод двигателей. Значит, я вам об этом уже говорил. А может быть, о другом я вам говорил. Да, власти Норвегии ввели запрет на продажу российскому трансмашхолдингу завода Берген Энжинс, местного дочернего предприятия компании Роллс-Ройс, который производит дизельные газопоршневые двигатели. Сумма сделки должна была составить 150 миллионов евро. Но, 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 все. Дело в том, что эта вот компания, она, ну, в общем, военной технологии, короче говоря, у них там, да, и поэтому, значит, заводик все тю-тю. А, ну да, двигатели устанавливают на патрульные корабли, разведывательные суда и так далее. Понятно. Так, белоруса посадили на 15 суток за канадский флаг в окне. А он тоже красно-бело-красный. Но, правда, там кленовый лист, но, вот, вывесило все. Ну, в общем, что там говорить. А, это мне вчера один парень посоветовал. Есть такой фильм «В значит вендетта». Ну, «В» вот, да, как, это самое, ну, «Виктори», да. Вот, ну, можете посмотреть. Ну, там, в общем, я начал, это фильм «Британский», и там что-то слишком много разговоров. Вот, ну, вообще сюжет мне неплохой, интересный. Посмотрите, говорят, Беларуси этот фильм запретили. Вот, хотя бы потому посмотрите, что его запретили в Беларуси. Дегтярев раскритиковал идею брать Хабаровск с пятитысячной купюры, убирают, да, сейчас новый дизайн. Так, Ярославль возмутился идеей убрать город с банкнот. Ну, Путину не понравился, Хабаровск, само собой, наверное, еще и Ярославль не понравился, и все. Уберут и повесят туда Нижний Новгород. Это тысячерублевая купюра. Угу. Так. В Центробанке рассказали об облике новой купюры номиналом 100 рублей. Там будет Красная площадь, парк Зарядье, Шуховская башня, главное здание МГУ. Понятно, да? Делать нечего, да? Меняют, что-то меняют. Спасатели пробрались к застрявшим под лавиной в России туристам сквозь метель. Это где же такой был метель? Мурманские хибины эвакуировали 12 подростков и троих взрослых. А чего они поперли? Чего они поперли? Ну, ладно, спасли. Адвокат заявил о признании сестер Хачатурян потерпевшими по делу отца. Они отца своего грохнули, но над ними очень долго издевался, измывался, насиловал и так далее. И, в общем, они теперь не подозреваемые, а потерпевшие. О, как! За суть Тевша выявлено более 50 тысяч случаев коронавируса. А мы сейчас вот прямо и глянем. Прямо сейчас и глянем. В нашем штате Ириной 23 марта было 1800. Что-то много. Опять начало подниматься немножечко. Было даже вот 1040. 7 марта. А сейчас вон. Так. И показать все. Ну, не поднимается. Ну, да много. Даже 58 тысяч вчера было. Это нехорошо. Так. Участники клинических испытаний вакцины Epivac Corona усомнились в ее эффективности. И написали большое письмо. Участники испытаний отметили практически полное отсутствие публикации в научных журналах о данном препарате. Вот это Epivac Corona. И закрытость имеющихся данных о проводимых клинических испытаниях. И еще, значит, тест-системы не выявили антитела у 30% испытуемых. Что превышает даже допустимый порог 25%. По наблюдениям участников, никто из поревитых Epivac Corona самостоятельно не сумел справиться с коронавирусом. Также вызывает сомнения защита от заболеваний и его тяжелого течения. В связи с изложенным автор письма просит Михаила Мурашко провести повторно независимое испытание вакцины на живом коронавирусе. Ну вот такие дела, ребята, о пивах корона. Так, Газпром остановит силу Сибири на ремонт с 1 по 7 апреля. Плановая профилактика. Да они там ничего не качают, ребята, в Китай. Фигня какая-то. Граммы. Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в России немного отступила. У них какие-то вот эти вот, немного, слушайте, ну он алкоголик, вот он хронический, видно, здесь вот красный, взгляд такой какой-то, как у бутылки водки. Так, трое военных погибли в летаче инцидента 122М3 на аэродроме под Калугой. Я вам вчера говорил, ребята, об этом, и еще что-то у меня сначала так, я сказал, 4, потом поправился. Да нет, не 4, а 3. Оказывается, было-то их четверо, на самом деле один выжил. Вот как у меня прямо это выскочило, да. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора. Комполка целый. Полковник, как минимум. Ну вот один как-то выжил. Так, суд арестовал турка, избивавшего россиянку два дня. Два дня бил, колотил, ну надо же. Она познакомилась с ним в соцсетях и поехала туда. Вот, поселилась пара в отеле. Однако, через некоторое время у них возникли разногласия, и Мутлу, его так зовут, да, начал сбивать женщину. И случайно он вышел в магазин, она выскочила. И, значит, ей удалось получить убежище у администратора гостиницы. Вызвали полицию. Ну, познакомилась, да. Ну, названный вероятный победитель Евровидения. Еще надо вот прочитать. Певица из Мальты Дестини Чукуньери. О, как, мальтейка. Ну, ладно. Ну, уже так прикидывают, да, кто, 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 кто может выиграть. Россиянин уже три месяца не забирает, не забирает выигрыш в 335 миллионов рублей. Не подходит. Наверное, запил. Не, слушайте, ребят, три месяца не забирает. Надо же. Это где-где-где Почта России в Твери. Этот выигрыш стал рекордным не только для Тверской области, но вошел в топ-3 крупнейших лотерейных побед прошлого года. Это какой-то стол АТО. Он имеет право обратиться в течение 195 дней, а уже три месяца не ходит. Ну, не приходил. Майк Тайсон отверг 25 миллионов долларов за бой с Холлифилдом. Надо же. 25 миллионов ему. Подложили, что, ну, даже вот кто кого побьет, неважно, но твердо 25 миллионов. Гарантированная выплата. А он мне это... Да он старый уже. Куда? Так, это что? А, умная сайт. Я к нему прицепился. Брить или не брить? Нужно ли мужчинам избавляться от волос на груди? У меня вообще такого вопроса не было. Ну, зачем я их буду брить-то, волосы? Ну, и кому они мешают и так далее? Вопрос на, как сказать, на пустом месте. Ей-богу, на пустом месте. Фигня какая-то, да. А говорят, что вот женщинам нравится... Одним нравится больше с волосами, другим без волос. Ну, это как лысые. Кому-то и лысые нравятся, от них дома светлее. Странный вопрос, да. Ну, и Ксения Собчак. А, сама Ксения Собчак выступает на эхе Москвы. Должен ли автор предоставлять слово преступнику? И вот она сделала, она интервью, т-т-т-т-т. Слушайте, она дура. Вот дура она самая настоящая. Интервью брать у такого этого. Причём там ещё само интервью. Ну, если вам не противно, послушайте. Я-то, конечно, не слушал. Я просто по отзывам, она дебильные вопросы ему задавала. В основном про секс почему-то. Так. И Антон Орех, тоже на эхе Москвы. Ну, у него статья «Добрый день, гражданин маньяк». Ну, тоже про Собчачку, про Собчачку. По-человечески мне этот Мохов противен. Да ну, правильно, он всем противен. А Собчак туда полезла. Ужас. Моника закрывает дверь. А, это вот норвежская. Так-то министр юстиции Норвегии сообщила в парламенте. Теперь у нас достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности. Технологии. Ну, это про заводик, про этот вот. Было объявлено, что технологии, которыми обладает вот этот завод, и двигатели, которые производит компания, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России, повысили бы военный потенциал России. Моника захлопнула дверь перед носом визитёров из нашей страны. Ну да, вот так вот. А, и комментарий. Поэтому корыто адмирал Кузнецов и стоит без двигателя. Вот так. Всё правильно. В Тольятти нашли тропу 18-летней девушке благодаря геолокации. Наверное, у неё с собой был этот телефон, что ли. Ей было 18 лет, она училась на врача. Ну, она это, она с собой покончила. Ужас, Тольятти. За три часа более 7 тысяч петербуржцев заявили о готовности выйти на улицы за Навального. Помните, я вам говорил, что новая что-то компанию открывает? Так вот, смысл вот в чём. В интернете вот сейчас такой опрос, да, и вот когда, значит, вот на этом опросе наберётся более 500 тысяч отметок, тогда состоится митинг против коррупции, репрессии и политических убийств. Да и это набрать можно сколько угодно, вопрос, выйдут или нет. Одно дело в интернете отметиться, да, а другое дело на улицу выйти. Это, ведь, огромная разница, ребята. Огромная разница. Ну, посмотрим, что будет. Ладно, это мы тоже пропустим. Какие-то ужасы у меня тут. Тело 26-летнего мужчины нашли в реке под Воронежем. Но это ещё не ужас. Так, молодой человек с компанией друзей отдыхал в бане 18 марта. После он решил освежиться и нырнул в прорубь, но не выплыл. Не выплыл, ЧП произошло около часа в пятидесяти. Вызвали спасателей, тело обнаружили через два дня. Был пьян. Был пьяный в прорубь. Певица Юлиана Караулова ждёт ребёнка. Она поёт? Поёт. Та-та-та-та. Многие её поздравили. Состоит в отношениях с продюсером. Он сделал певице-подложение ещё в 2016 году, но пара до сих пор не вступила в официальный брак. Ранее бывшая солистка группы «Виагра» Альбина Джанбаева сообщила своим подписчикам, что ждёт третьего ребёнка от певца Валерия Меладзе. Слушайте, Меладзе, он старый уже, детей-то заводить, а? Вот не думают, а? Так, и немножко твиттера. А тем временем Государственный пенсионный фонд Кореи, ну это имеется в виду Южной Кореи, зафиксировал 8278% прибыли с вложений в акции Тесла, которые он сделал ещё в 2014 году. Восемь тысяч процентов, вот это молодцы. Да, пенсионный фонд Кореи. В России предложили в два раза увеличить зарплату учителям, чего только не предлагают перед выборами ради своих рейтингов. Жаль, что всё это ерунда. Ну тут не ерунда, тут написано «Пи». Понятно, да? Месть Хабаровску дошла до полного абсурда. Сначала его лишили статуса столицы округа. Теперь убирают с пятитысячной банкноты. Какая-то история из учебника по древнему миру. Капризный царь обиделся на народ целого города и решил его полностью стереть. В нашем случае с купюры. О как! У заммэра Страсбурга украли дорогой электровелосипед. Через пару дней заммэра видит, что вел продают в интернете. Он идёт в полицию и при контрольной закупке хапают сотрудника консульства РФ и с этим и с кучей других велосипедов. Брак. Содержание каждого члена правления Сбербанка обходится россиянам в 542 миллиона рублей в год. Это Сбербанк, да? И это 2300 лет работы учителем, 1800 лет работы врачом, 1300 лет работы шахтёром и 1100 лет работы профессором. Вы нормальны, да? Член управления Сбербанка. Блин, опять обманули. На стиральном порошке написано 100 грамм в подарок. Открываю и чё? Кроме порошка ничего нету. 100 грамм в подарок. А, ну вот Саша Сотник тоже пишет. Падёж разведки. Экзаместитель главы службы внешней разведки Виталий Марделов умер от осложнений после коронавируса. Подозрения, конечно, подозрения. Чё это он вдруг вот взял и помер, да? И вот здесь комментарий. Путлер убирает ненужных, теперь всё на ковид списывают. Ха-ха. Это соседские. Это соседские. Депутат парламента Республики Татарстан Артём Прокофьев разоблачает ложь официальной статистики. Какая инфляция в 4,9%? Назовите адреса магазинов с такими ценами. Мы сообщим нашим избирателям. В ответ поток бреда от главы Татарстан стата. Магазины есть, но мы не знаем, где они находятся. Но больше инфляции, естественно. Питерские чиновники втрое сократили расходы на содержание стариков в спецпансионатах. Под сокращение попали расходы на блокадников. Блокаду люди ели не каждый день. Можем повторить. Ух-ху. Ладно. Спорт – это пропаганда режима, и я не намерен быть её частью. Мощно. Это знаете на кого? Я не буду молчать, глядя на происходящее в стране. Капитан женской сборной Белоруссии по баскетболу уходит из команды. Екатерина Снытина её зовут. Вообще молодец. Жириновский призвал запретить интервью с убийцами и маньяками. И комментарий на твиттере. Жириновский выступил против ежегодных пресс-конференций Путина. Одна знакомая продавщица рассказывала, работаю в магазине, каждую среду идёт смена ценников на продукты. Цены не прекращают расти. Страшно становится, будет этому конец или нет. Ощущение такое, что на нас напал невидимый враг и убивает. О, как! И последнее. Ребята, ну вот смотрите. Многие мне пишут. Беларусь. Вторую ночь подряд через Гродно проходят колонны танков. Идут только по ночам. Из Гродно до Киева по трассе МО-7 10 часов дороги. По трассе М-10 11 часов пути. Да, вот танки идут. Кто-то снимает, видимо, с верхнего этажа. Что там за танки? Я не знаю. И вот здесь вот комментарий. В случае наступления России на Украину, эти подразделения вступят в бой с польскими войсками. Таким образом, Польша не сможет помочь Украине. Неужели что-то начнётся? Ну, не знаю. Посмотрим, ребята. И всего хорошего. Пока. С вами доктор Лат. Спасибо. Спасибо.